Здравствуй, дорогой друг! Если посмотреть на фотографию нашей планеты из космоса, бросится в глаза обилие голубого цвета на земном шаре. Это вода. Вода, занимающая, как помнят многие из уроков географии, три четверти поверхности планеты. Вода. Все знают ее простую формулу H2O, но за этой кажущейся простотой свойства самого удивительного и замечательного вещества на земле. Вода относительно медленно нагревается и остывает, а также медленно испаряется. Молекулы воды благодаря водородным связям взаимно притягиваются и прочно держатся вместе, что очень важно для перемещения воды в растениях, для которого она жизненно необходимое вещество. Живые растительные клетки на 80-90% состоят из воды. Даже клетки сухих семян, в которых приостановлена жизнь, содержат 10% воды. Листья растений постоянно испаряют воду, особенно днем. Это происходит потому, что их поверхность усеяна многочисленными микроскопическими отверстиями – устицами. Причем на нижней поверхности листа их значительно больше, чем на верхней. Днем устица открыты и водяные пары выходят из листа. Ночью же они закрываются, и испарение воды практически прекращается, но и ночью растения медленно теряют воду. Она уходит, минуя устицу через тонкую кожицу листа. Испарение воды листьями называется транспирацией. Таким путем растения теряют очень много влаги. По сравнению с животными, растения за то же самое время испаряют воды в сотни раз больше на единицу веса, чем млекопитающие. Например, в течение лета подсолнечник теряет до 200-300 литров воды, кукуруза до 180, а береза за один только жаркий день может потерять 400 литров. Интересны следующие цифры. Пшеница берет за лето из почвы 1,5-3,5 тонны воды с гектара. Однако из всего количества поглощенной воды растения используют только ничтожную малую часть – 1-3 грамма на литр, а остальная масса ее испаряется и возвращается в атмосферу. Может показаться, что растение напрасно тратит свои силы, но это не так. Поступившая вода дает жизнь растительному организму. Все химические реакции в клетке происходят только в воде. Испаряясь с поверхности листа, она предохраняет растение от перегрева, возникающего при избытке поглощенной солнечной радиации. Движение воды в растении – это приспособление к наземной жизни. Когда у первых сухопутных растений появились листья, то платить за жизнь на земле они стали транспирацией. Именно транспирационный ток перемещают воду в растение. Водную проблему растение решает с помощью хорошо развитой водопроводящей системы, которая начинается в корнях, поглощающих влагу из почвы и продолжается в трубках, подающих ее ко всем частям растения и заканчивается испарением из листьев в воздух. Кажется, что все просто, однако механизм передвижения воды на самом деле сложен и не до конца еще изучен. Первый вопрос, который возникает при знакомстве с водопроводящей системой – как вода поступает в растение, в корень растения? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим сначала строение корня. Кончик его каждого корешка покрыт защитным корневым чехликом. Не существует образования более удивительного, чем кончик корешка, если иметь в виду его функции, восхищался в свое время Чарльз Дарвин. Этот корневой чехлик защищает от повреждений точку роста. Она состоит из активно делящихся меристематических клеток, из которых и образуется сам чехлик и все органы корня. За точкой роста находится зона растяжения, клетки которой, поглощая много воды, быстро растут в длину. Далее расположена зона корневых волосков. Каждый такой волосок представляет собой тонкий удлиненный боковой отросток, отходящий от поверхности клетки корня и сильно увеличивающий поглощающую поверхность. Был проведен такой опыт. Растения азимы ржи выращивали по одному экземпляру в ящиках площадью 30 квадратных сантиметров и глументой 50 сантиметров. Спустя месяц осторожно отмыли всю почву и подсчитали число корней. Длина всех корней одного растения составила 625 километров, а их поверхность – 285 квадратных метров. Общее число корневых волосков достигло 14 миллиардов, и их общая длина – это 10 тысяч километров, а площадь их поверхности – 400 квадратных метров. Подобный феномен возможен, конечно, лишь в идеальных условиях. В поле, где растения расположены очень густо, длина корней одного растения не превышает обычно 1 километра. Корневые волоски проникают в самые мелкие трещины почвы и, обнаружив хоть немного влаги, поглощают ее. Вода попадает в клеточку корневого волоска благодаря явлению осмоса, механизм которого раскрыл в позапрошлом веке французский физик Рене Дютроше. Этот простой опыт можно, в принципе, поставить и самим. Надо взять стеклянную воронку, широкий конец ее обтянуть полупроницаемой перепонкой, например, кусочком пергаментной бумаги, и наполнить сильно концентрированным раствором сахара, лучше подкрашенным фруктовым соком. На другую часть воронки нужно надеть резиновую трубку, а в нее вставить длинную стеклянную трубку. Широким концом воронку надо опустить в воду. Сконструированный таким образом прибор называется осмометр. Уже на следующий день вы увидите, что вода прошла через перегородку и поднялась по отводной трубке воронки. Внутри у нее возникло давление, которое именуется осматическим. Именно это давление и подняло воду в трубке. Полупроницаемость перегородки заключается в том, что она пропускает только молекулы воды, а молекулы глюкозы и других растворенных веществ не выпускает, то есть выход им воспрещен. По этому же принципу вода проникает в корневой волосок, поскольку концентрация клеточного сока у корневого волоска, как правило, выше, чем у почвенного раствора. Клеточная стенка свободно пропускает воду, но прилегающая к ней плазма лемма, окружающая цитоплазму, полупроницаема и задерживает растворенные вещества. Устанавливается односторонний ток, при котором вода непрерывно поступает в растение. Клетки, расположенные ближе к центру корня, в отличие от периферийных клеток, содержат концентрированный раствор глюкозы и других органических веществ. Поэтому и осматическая сила возрастает по мере удаления от корневых волосков к центру корня. Вода таким образом постоянно передвигается из клетки в клетку, пока не попадают в конце концов сосуды древесины корня и потом в стебель. Если стебель растения срезать у поверхности почвы, то из оставшегося пенька будет вытекать вода. Насадив на пенек ртутный манометр, можно убедиться в том, что она выходит под некоторым давлением. Это и есть корневое давление, под действием которого происходит восходящее движение воды по корням и стеблю к листьям. Можно считать этот путь через корни главным. У некоторых растений происходит активная затрата энергии всасывания воды клетками корня. По-видимому, это запасной путь воды в растении и используется он, когда разница между концентрацией почвенного раствора и клеточного сока небольшая. Транспирация – это другой способ передвижения влаги в растении. Листья, теряя водяные пары, энергично берут воду из проводящих сосудов растения, в результате чего создается засасывающая сила, превышающая корневое давление. Именно эта сила поднимает тонны воды к вершине гигантской секвои и граммы к цветку комнатной фиалки. Итак, существует постоянный ток воды в растении, который обеспечивается двумя двигателями – нижним, это корневое давление, и верхним – транспирацией. Важно отметить, что листья, используя разницу в количественном изменении влаги между корнями и листьями, всасывают воду через всю систему сосудов растения. Это засасывающее действие транспирации поднимает столб воды, заполняющий сосуды со скоростью, иногда доходящей до 10 см в час. Примерно так же мы пьем коктейль через соломинку, но внешнее давление воздуха в одну атмосферу может удержать столб воды лишь высотой около 10 метров, потому что ни один всасывающий насос не поднимет воду на большую высоту, чем это. Между тем, уровень, которого достигает вода в гигантских секвоях – это более 10 метров. В чем же дело? Одно из объяснений заключается в когезии, явлении, открытом в конце XIX века Евгением Филатовичем Водчилом в России и Диксоном в Англии. Суть его в том, что молекулы воды взаимно сцепляются, образуя в сосудах непрерывные водяные нитки, идущие от корней до самых верхних листьев. Кроме того, они стремятся прилипнуть к стенкам сосудов под действием сил адгезии. Адгезия – это сцепление поверхности разнородных твердых или жидких тел, в данном случае стенок сосуда и воды. Натяжение в сосудах ксилемы достигает такой силы, что может тянуть весь столб воды вверх, создавая массовый ток. Вода – это важный климатический фактор, или, другими словами, это главное средство регуляции температуры на поверхности Земли. Присутствующий в атмосфере водяной пар играет роль фильтра для солнечной радиации, а вода на земной поверхности служит своего рода мощной буферной системой, смягчающей действия экстремальных температур. Но в этих сложных взаимоотношениях воды, Земли и Солнца часто бывают отклонения. Если Солнце жарко палит, а дождей нет, и, значит, в почве нет влаги, то наступает одно из опасных явлений природы – засуха. Растения закрывают устицы и тем самым сохраняют воду, прекращается доступ углекислого газа, приостанавливается фотосинтез. Изменяется дыхание и наступает увядание, которое тормозит рост. Завядание поражают главным образом старые, а немолодые цветущие, немолодые растущие части растения. Неизвестно, каким образом те первыми захватывают воду. Если завядание длится слишком долго, ткани разрушаются уже не только из-за недостатка воды, но еще и из-за снижения содержания нуклеиновых кислот и белка. Засуха – это частая гостья во многих уголках Земли, и неудивительно, что некоторые растения приспособились к ней. Засухоустойчивые сорта и виды имеют мелкие листья и мощную глубокую до 10-20 метров корневую систему. Это верблюжья колючка, полынь, шалфей. Великолепно переносят засуху и наши хорошие знакомые кактусы, которые родом из сухих и жарких пустынь Северной Америки. Они обладают малоиспаряющей поверхностью, их листья превратились в колючки. Мотосинтез в данном случае происходит в зеленых мясистых стеблях, способных сохранить огромные запасы воды. Но всегда ли растению нужна вода? Нет, не всегда. Так, созревающие семена, наоборот, стараются избавиться от нее, оставляя себе лишь 10% влаги. При этом клеточные стенки у семян сжимаются вслед за цитоплазмой, образуя складки. Данное явление описано давно, но до сих пор неизвестно, как цитоплазма клеток семян может выдерживать столь сильное и длительное обезбоживание и обеспечивать при этом жизнеспособность семени. Сегодня мы много знаем о движении воды в растении с точки зрения физики, но физиологический механизм остается еще загадкой. Говорить о растениях можно бесконечно долго, мало кто задумывается, насколько сложно и интересно их строение. Подписывайся на канал и ставь большой палец, если видео тебе по душе, а также смотри другие видео из цикла «Биология просто». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!